В жизни бывает так, что вам может казаться, что всё очень плохо, да, и что всё именно, ну вот, никогда не изменится. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Всё на нашей планете имеет цикличность, и очень хорошо это иллюстрирует времена года, зима сменяет, соответственно, осень, перед осенью лето, перед летом весна. И есть жизненный цикл, и нам очень часто кажется, что всё должно быть очень такое линейное, да, что ли, или очень такое прямолинейное с точки зрения, что вам должно быть всегда хорошо, у вас должно всё всегда получаться, не должно быть каких-то препятствий или ситуации, где вам нужно что-то отпустить старое и начать что-то новое. Вот когда люди сталкиваются с невротическими расстройствами, в большинстве случаев это сводится к тому, что вы столкнулись с жизненными обстоятельствами, которые поменяли время года. Возможно, сейчас у вас осень. Возможно, сейчас у вас зима. И возможно, вам придётся потерпеть. Возможно, обстоятельства, которые вы испытываете, они требуют времени для их решения. Возможно, вам придётся настроиться и преодолеть какие-то события. Возможно, вам придётся упереться рогом и принять для себя определённое решение. Но я хочу, чтобы вы знали, что рано или поздно наступит весна и лето. Этого не может не случиться. Человеческая психика так устроена, что мы всё воспринимаем очень в абсолюте. Например, ребёнок воспринимает свой дом, свою площадку, свой двор, как весь мир. Ребёнок смотрит на свой двор, в котором он растёт, и боится, что если от него отвернутся друзья в этом дворе, то с ним никто не будет общаться. Ребёнок смотрит на свой двор абсолютистски, что это весь мир. Он очень большой, разнообразный, и как будто за этим двором больше нету ничего. Я когда-то вернулся в свой двор, в котором я вырос, и удивился, что между подъездом, в котором я жил, и между подъездом, в котором жил мой друг детства, очень мало шагов. А мне в детстве казалось, что это очень большое расстояние. Я смотрел на наши деревья, на которых я рос, как обезьяна. Мне казалось, что это жгучий лес. На самом деле там три общипанных берёзы. И, в общем-то, по факту ребёнок интерпретирует свой двор как весь мир. Своих друзей, как всех людей на земле. Песочницу, как единственную дружбу. Друзей, как единственных и неповторимых. Это первое. Второе. Человек, ребёнок, малыш, воспринимает маму и папу как единственных на земле. Это логично. Но когда мы переносим определённые потребности в жизнь, и мы сталкиваемся с мамами и папами, в кавычках, в нашей личной жизни, нам тоже начинает абсолютистски казаться, что это единственные люди. Таким образом, мы вот этот детский абсолют вносим в нашу жизнь. Нам кажется, что мама и папа единственные. И поэтому нам кажется, что когда человек закрыл наши потребности, например, в заботе или в любви, нам действительно кажется, что это человек один. Потому что ребёнок привык считать, что мама и папа одни. Когда нам кажется, что от нас отвернутся близкие или друзья, потому что мы ошибёмся или что-то сделаем не так, нам действительно по-детски в абсолюте кажется, что от нас отвернётся весь мир. Это детская форма мышления, это детская абсолютистская позиция воспринятия мира. Поэтому я бы вам пожелал, во-первых, понять, что периоды заканчиваются, а во-вторых, чтобы вы поняли, что вы не должны смотреть на мир очень абсолютно. Смотрите на мир как на проходящее событие. Да, у вас сейчас есть тревожное состояние по какой-то конкретной причине и обстоятельствам, на которые вы реагируете очень остро. Но пройдёт время, и обстоятельства изменятся. Вы изменитесь. Люди вокруг вас изменятся. И всё будет по-другому. Не нужно депрессировать и тревожить себя мыслями, что ничего никогда не изменится, всё так и останется. Всё может измениться очень быстро. Ещё очень важно, чтобы вы поняли, что просто сидеть и ждать весны и ждать там лета не очень-то нужно. Потому что по факту весна, лето, зима и осень внутри нас. И если вы устроили себе осень, и если вы устроили себе зиму, то вы устроите себе весну и лето. Это от погоды и от природы мы не зависим. Как бы мы когнитивно и поведенчески не работали, мы не можем ускорить зиму и осень, согласны? Потому что от нас это не зависит. Но осень или весна, лето или зима нашей внутрепсихологического состояния это наше творение. Мы создатели своих времён года. Мы интерпретируем обстоятельства и смотрим перспективу сами. Да, есть проблемы. Да, есть обстоятельства. Да, не всё получается. Да, не всё понятно и не всё ясно. Да, у вас осень. Да, у вас похолодало. Но давайте двигаться вперёд. Придумайте себе весну. Перешагните через обстоятельства. Решите какие-то вопросы. Примите какие-то решения. И у вас потеплеет. И я хочу, чтобы вы всегда смотрели на ваше ментальное состояние как на творение. Ваше творение. На преграды и на препятствия как на проходящие обстоятельства. Они закончатся. Не надо каждый день говорить себе, что это не закончится. Это не закончится. Всё валится в одно место, в один котёл. Это закончится. Эмоции в личной жизни, в бизнесе, с близкими людьми. Это всё проходящее. Это закончится. Как, собственно говоря, закончится наша с вами жизнь. Это тоже закончится. Поэтому устраивайте без того короткий забег, создавая всё время себе осень и зиму, на мой взгляд, не самое приятное времяпрепровождение. Поэтому давайте поймём, что невротические расстройства это исключительно наше хрукотворение. И это исключительно наш выбор. Я желаю вам всем этот выбор для себя сделать. Не нужно пенять на симптом. Нет никакого симптома. Есть ваша затяжная эмоциональная реакция. И если вы в этой затяжной эмоциональной реакции сами зависаете, это вопрос к вам. Это к вопросу вторичной выгоды симптома. От чего вы зависаете? Очень часто люди зависают, потому что они не могут смотреть в реальность. Потому что они не могут принимать решения. Потому что они не видят своих уязвимостей. Потому что они не хотят принимать то, что у них проблемы с мужем, женой. Они пожалели. Они не знают, куда идти, как дальше. Они, с одной стороны, хотят, а с другой стороны, боятся. Они, с одной стороны, всё понимают, а с другой стороны, им стыдно. Они, с одной стороны, хотят, а с другой стороны, сожалеют. Они, с одной стороны, пытаются, а с другой стороны, им страшно. Это нормально. Нормально. Не бывает такого, чтобы не испытывать дискомфорта, не испытывать эмоций, не испытывать проблем. Зима, весна, лето, осень. И это нормально. В палитре эмоций очень разнообразно. Обстоятельства очень разнообразны. Нельзя постоянно жить в лете, нельзя постоянно жить в штиле, потому что от лета вас начнёт тошнить, а от штиле будет укачивать. Вы должны из штиле попадать в шторм, преодолевать шторм, потом выходить в штиль. Вы должны скукожиться, пережить зиму, потом раздеться и увидеть, что наступила весна и порадоваться весне. Не надо пытаться устраивать свою жизнь, что это должно быть один сплошной такой кайфец, в котором вы ходите в футболки и в шортах. Надо понимать, что всё будет циклично. И не надо относиться к каким-то обстоятельствам слишком абсолютистски. На программе «Чёрно-белые эмоционального интеллекта», которая стартует 10 мая, мы будем говорить об этом. Мы будем говорить и о уязвимостях, мы будем говорить и о том, куда вас приведут ваши уязвимости, если вы их не закроете. Но прежде всего, сейчас хочу вам сказать, что неврозы заканчиваются. И я объясню почему. Потому что вы взрослеете. Потому что обстоятельства меняются. Потому что меняется много всего вокруг вас. А невроз – это не болезнь. Это ваш выбор. Вы можете вылечиться от невроза сами. Просто повзрослев. Просто попав в обстоятельства, которые заставят вас повзрослеть. Попав в ситуацию, которая заставит вас уметь инфантильно преодолевать свои слабости. Уметь делать шаги. Переезжать. Другие города, другие страны, другие работы, другие люди, другие отношения. И когда не будет ваших неврозов. Те ребята, у кого невротическое тревожное расстройство больше года, задумайтесь. А что вы сделали для того, чтобы изменить качество вашей жизни? Если вы уповаете и все время перекидываете на проблему какого-то симптома, я вам сто процентов говорю, вы просто от чего-то уходите. Вы уходите от ответственности. Вы уходите от решения. Вы уходите от правды. Потому что не знаете, как с этой правдой и ответственностью поступать. Вам либо страшно, либо вы не уверены, либо вам стыдно. Давайте через это перешагнем. И пойдем дальше. А я вас жду над черно-белым. 10 мая мы начинаем. И в последнее время. 7 мая. 7 мая.